Всем привет, с вами снова славная дружба Обломов. Быстренько покажу, как сделать очень вкусный рис. На самом деле это видос про небольшой лайфхак, как сделать такой топпинг-закусочку к рису из обычного желтка. Но под это дело и рис с лучком пожарим. Берем пару луковок и мелко-мелко крошим. Лучок обжариваем на сливочном масле, даже можно побольше. И как только он начнет белеть, добавляем сладкий соус. Унаги или терияки. Хорошо, когда он вот такой вот прям густой. Неважно, унаги или терияки, что достанете, будет все равно вкусно. Лучок нужен супер золотистый. А так как и в унаги, и в терияки много сахаров, то, собственно, золотистым он станет буквально спустя минуту после добавления. Он стал прозрачным и потерял всю остроту, поэтому добавляем столовую ложечку унаги. Вот так. И сразу же быстро-быстро перемешиваем. Потому что сахар начинает мгновенно карамелизовываться, подгорать. Видите, какой цвет образовывается. Это не только потому, что унаги такого цвета, а потому что еще сахар начинает сворачиваться и подгорать. Совсем до шкварок не доводим. Вот сливочное масло, унаги и лучок. Вот такой вот золотистый. А теперь, собственно, трюк с желточками, которые пойдут в рис, но здесь есть одна небольшая тема. Нужно хотя бы, чтобы они 4 часа настоялись, поэтому учитывайте. Настаивать их можно там от 3-4 часов до 2 суток. Но через 2 суток они прям вот будут такие достаточно густые. Сейчас я покажу. Берем яйцо, расчекрыживаем его вот так. И отделяем, чтобы у нас был отдельно вот такой вот желточек. Желточек. И, собственно, второй. Аккуратненько, аккуратненько. Вот так. У нас получается скорлупка. В нее переваливаем наш желток. Белок уходит сюда. Желток сюда. Шикарно. Некоторые сумасшедшие бодибилдеры делают яичницу типа Добавьте 4 белка и 1 желток. Я не знаю, что с людьми не так, потому что мне кажется, что Типа не помрешь, если 1 или 2 желтка добавишь. Они же типа полезные и все дела. Ну ладно, это не мое дело. Можете сделать из этого бодибилдерскую яичинку. И маринуем все это дело всего в двух ингредиентах. Это соевый соус. И это соус рисовый мирин. Это, короче, как саке, только очень сладкое саке. Две части соевого соуса и одна часть мерина. Ну, на глазок, конечно, но вы поняли. Вот так, чуть перемешиваем и оставляем все это дело мариноваться. Сейчас покажу, что получается. Обычный вареный рис. Немного нашего унаги лучка. А теперь смотрите, вот такие же, собственно, желтки, как мы замариновали. Но вот эти вот были замаринованы 24 часа назад, а вот эти вот часа 4 назад. За сутки они получаются вот такими вот. То есть от кислоты и слоноватости получаются такие совсем порционные желтки. Зацените. Красотень! И вот, собственно, вот такой вот он по консистенции желток. Но, собственно, он и нужен вот такой вот. Чтобы немножко он вытекал на рис и был вот так вот замаринован. Дегустируем унаги лук. Унаги лук божественный. Не знаю, еще пару капель лимонного сока разве что. И теперь желток. Возьму его отдельно, чтобы вот чисто прочувствовать вкус. Прямо он такой разваливается. Отлично. Сам по себе слишком мощный соевый вкус. Его вот когда перемешиваешь с рисом, выходит офигительно. То есть если взять вот где он вытек в рис, это отлично дополняет рис. И лучок тоже. А теперь, ну это 24 часа. На мой взгляд, многовато. Давайте теперь посмотрим 4 или 5 часов, что случилось. Божественный лучок. Нет, народ. Лучок 10 из 10. Лучок сунаги, я думаю, никто не предполагал, что он может получиться невкусным. И вот, собственно, 5-часовые желтки. Один, но одного маловато, я считаю. Мне кажется, что нужно парочку. О, то есть они, видите, сильно-сильно жиже. И с горячим рисом это прям идеально в тему. Прям вот. Я считаю, что 4, 5, 6 часов вот так надо. Да, 6-ти часовые желтки чуть-чуть подсаливаются. Капельку на фоне сладковатый от мерина. Но я думаю, можно просто подсахарить соевый соус и будет зашибись. В целом, получается такое полноценное порционное блюдо. То есть, конечно, сюда бы еще курочку, свининку, говядинку. Но конкретно вот эти вот закусочные яйца просто офигенные. Солоноватый желточек, рис, лучок. Божественно. С вами был Ислан Дружабом. Лучок топовый. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Вот такой несложный порционный закусончик для риса. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok